В Тверской области ужесточается масочный режим. Начиная с понедельника нарушители начнут штрафовать. Об этом заявил глава региона Игорь Руденя во время традиционного прямого эфира на федеральном телеканале «Россия-24». Ситуация с распространением COVID-19 на территории Верхневоложья стала главной темой общения губернатора с журналистами. Все подробности прямо сейчас. Обязательный масочный режим действует на территории Тверской области вот уже почти месяц. Начиная с 12 октября жители региона обязаны надевать защитные маски при посещении общественных мест и в транспорте. Впрочем, если поначалу данное правило носило скорее рекомендательный характер, то с этого понедельника, 9 ноября, к нарушителям начнут применять финансовые санкции. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Раньше мы рекомендовали, вводим обязанность работникам магазинов и торговых центров обслуживать покупателей, посетителей только, которые находятся в индивидуальных повязках профилактических, которые предписаны главным санитарным врачом. Также, если человек просто зашел на территорию торгового центра, подчеркнул Игорь Руденя, он тоже должен надеть маску. Ответственность за это несет администрация торгового центра. Все перевозчики Тверской области, в том числе транспорт Верхней Волжья, тоже должны усилить контроль. Пассажиры без защитных масок обслуживаться не будут, отметил губернатор. Соответственно, штраф, который будет накладываться, я надеюсь, это будут минимальные случаи, нас услышат владельцы магазинов, работники магазинов. Штрафы на юридические лица по кодексу административного права нарушения, минимальная ставка это 200 тысяч рублей. Там вилка от 200 до 500, поэтому никто не будет по максимальному штрафовать. Но если, так сказать, хотят работать предприятия торговые, если хотят работать торговые центры, то они должны обеспечить наличие посетителей в индивидуальных санитарных масках. В целом, по словам главы региона, эпидемиологическая обстановка в Тверской области остается стабильной, ситуация находится под контролем, региональная система здравоохранения полностью мобилизована. Вместе с тем, несмотря на продолжающуюся борьбу с распространением COVID-19, серьезное внимание уделяется и сохранению плановой медпомощи, расширению сети государственных аптек, развитию медицины в целом. Так, в центре имени Аваева в рамках реализации в регионе национального проекта здравоохранения создается центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием. Все происходит в плановом порядке. Мы практически восстановили в полном объеме. Конечно, это очень непросто делать, потому что все находятся в режимах. Дополнительное время требуется для того, чтобы больной, который приходит на лечение или на обследование, еще должен сдать тесты. Он должен подтвердить, что он не больной COVID-19, чтобы не заразить врачей, персонал, который там находится. И центр Аваева, если говорить о них, то в ближайшее время еще будет поставка тяжелой техники и стационар развивается. Еще одной темой беседы Игоря Рудени с журналистами федерального телеканала стала работа по благоустройству городов и поселений. В 2021 году в программу благоустройства вошли 21 двор и 60 общественных пространств. В дорожном строительстве один из крупных проектов строительство хорды между трассами М11 и М9 в Вышневолодском городском округе. Ее устройство обеспечит связь трасс Нева, Россия и Балтия. Продолжается планировка северного обхода Твери с учетом интересов и замечаний жителей. Игорь Руденя назвал такие инфраструктурные проекты важными для комплексного развития территорий и создания новых рабочих мест.